Продолжаем выпуск. Экологи мурманской организации Беллона выступили в защиту уникальной природы норвежских фьордов. Они направили письмо в адрес правительства Норвегии. А именно министру климата и окружающей среды и министру местного управления. Беллоновцы против идеи норвежцев сбрасывать отходы местных железнородных предприятий в море. Норвежские фьорды – уникальные природные объекты всемирного значения. Одна из визитных карточек Норвегии. Это не только признанный туристический объект, приносящий государству приличную прибыль. Фьорды – место обитания атлантического лосося, как дикого, заходящего на нерест северные реки, так и искусственно выращенного в садках, расположенных в заливах. Но не только в этом состоит важность сохранения фьордов в экологически чистом состоянии. Мы-то должны тоже думать о том, что Норвегия – это та часть, как бы прибрежные воды Норвегии, это часть гольфстрима, которая идет в Мурманскую область, омывает ее, понимаете? И это все придет. Ведь никто же не скрывает о том, что основное загрязнение Баренцевого моря идет из Англии, с атомного комплекса Силофильд. В письме норвежским министрам руководитель Мурманской Билоны Андрей Золотков сообщил, что экологам известны планы сбросить в два фьорда 330 миллионов тонн токсичных отходов местных железнорудных предприятий. Экологи недоумевают. Норвегия славится своими высокими экологическими стандартами и при этом намерена поступать с опасными отходами производства таким вот варварским способом. Сегодня, кроме Норвегии, всего три страны в мире топят металлургические шлаки в море – Индонезия, Турция и Папуа-Новая Гвинея. С этим будут какие-то, видимо, химические реагенты поступать, ну с этими отвалами. Потому что горнодобывающая промышленность – это не только взрывы и все это, это еще и применение химических реагентов, которые не являются природной средой. С позиции Билоны, согласно и другие общественные организации, активисты Кольского экологического центра и природы, и молодежь, еще в прошлом году высказали свое «нет» сбросом химических отвалов во фьорды. В Норвегии на данный момент, насколько мне известно, есть пять точек, где такой сброс производится. В настоящее время правительство Норвегии рассматривает как минимум две заявки от промышленников на новые площадки для сброса. И вот как раз наши коллеги из Норвежского общества охраноприроды ведут кампанию, чтобы такой нецивилизованный способ утилизации отходов на этих новых площадках в районе Финнмарка, как раз что для нас более близко, чтобы такого рода решения не было принято. Что делать горнопромышленникам? Выходов много. Просто складировать отходы, создавая своего рода техногенные месторождения полезных ископаемых. Можно засыпать ими старые шахты, но никак не сваливать в море. Это дешево. Подъехал, выбросил и уехал. Против планов норвежских металлургов сбрасывать токсичные отходы в море, кроме экологов, уже выступили местные рыбаки и ученые. Никакого ответа от чиновников пока не поступало. Субтитры создавал DimaTorzok